Всем привет, с вами Венгелем, и сегодня я вам покажу самые многообещающие релизы 2024 года для пятой PlayStation. Начнём, пожалуй, с Final Fantasy VII Rebuild, второй части ремейка седьмой финалки, где игроков наконец-то выпустят из тесных загонов индустриального города и дадут большой, открытый для исследования мир. Мир, в котором придётся провести более сотни часов и выполнить десятки самых разнообразных заданий, чтобы в конечном итоге выформить себе топовый шмот и на раз-два разобраться со злом в лице харизматичного Сифирота. Ещё из интересных релизов, намеченных на начало 2024 года, стоит отметить и новенький Теккен. Восьмую часть железного кулака, которую обещают залить разнообразным контентом под самое не хочу. И помимо стандартных классических мордобоев стенка на стенку, в новой части можно будет поиграть в Теккен Болл, побегать по трёхмерному миру и даже покрошить орды глупых болванчиков своеобразным слэшер-мусоу. Также зимой 2024 года должен выйти и второй Helldivers, кооперативный шутант под патронажем PlayStation, где игрокам в качестве вооружённых космодесантников нужно будет высаживаться на недружелюбные планеты и зачищать их от местной живности, которая в свою очередь до безумия опасна, и которую можно будет убить только в том случае, если все участники боевого отряда будут действовать сообща. Хоть у нас и не любят всякую японскую дичь, глупо было бы и не упомянуть и про релиз новой крупной игры во франшизе Якудза, ведь 26 января выйдет масштабная Infinite Wells, которая станет логическим продолжением седьмой части и предложит ещё одно большое сюжетное приключение с Казумой Кирью и Ичубаном в главных ролях. Ещё один громкий релиз зимы 24-го года это новый Prince of Persia с подзаголовком Lost Crown, очередное переосмысление серии Принца Песков, которая решила полностью перевернуть франшизу и вернуть её в доисторическую 2D-шную эру, а также немножко надругаться над сюжетом оригинала и дать игрокам управление не Принцом Песков, а его телохранителем, стильным изумерским причесоном. Ну и ещё из зимних релизов стоит отметить и ремейк культового Alone in the Dark, игрушку, которая представляет из себя классический хоррор, где половину игрового времени вы будете решать всякие пазлы да ребусы, а в оставшееся время уничтожать местную нечисть с помощью огнестрельных волын и бегать от неубиваемых каркозябр. Если вы задавались вопросом, где можно удобно и дёшево приобретать игры для PlayStation, то магазинчик SmartPlay это именно то, что вам нужно, ведь тут вы сможете приобрести все актуальные игровые релизы, а также сделать предзаказ на грядущие хиты, такие как Mortal Kombat 1 или Spider-Man 2. Также помимо игр, в этом магазинчике можно приобрести и другие цифровые товары, вроде обновлённой подписки PlayStation Plus, которая вмещает в себя более сотни топовых игр и отлично подходит для новичков, что только недавно сели за плойку. Что же касается работы самого сервиса, то всё делается очень просто и быстро, а все покупки совершаются на ваш личный аккаунт. Но об этом вы можете почитать и сами, ведь всё самое важное и так хорошо описано в закреплённом посте. А ещё вы можете почитать более тысячи положительных отзывов и самостоятельно убедиться в добросовестности этого продавца. Где-то в начале 24-го года должен появиться ремейк третьего Metal Gear'а. Ремейк культового шпионского боевика, где американский агент с позывным Naked Snake проникает в Советский Союз и делает всё возможное, чтобы предотвратить ядерный конфликт между США и Советами. А параллельно с этим исследует дикие сибирские джунгли и перерабатывает местную фауну в съедобные рационы. Также помимо ремейка третьего Metal Gear'а, в 2024 году Konami собирается выпустить и переосмысление второго Silent Hill'а, культового хоррора, в котором разбитый и побитый жизнью Джеймс Сазерленд приезжает в заброшенный городок Silent Hill, чтобы сразиться со своими кошмарами и принять горькую правду. Из чистых эксклюзивов PlayStation, намеченных на начало 2024 года, можно отметить такую игрушку как Foam Stars, новую онлайн-игру от PlayStation, которая пародирует популярный сплатун и предлагает весёлые командные замесы, где главная цель не убийство вражеской команды, а захват территории с помощью цветных пузырей. Продолжая тему эксклюзивов PlayStation, глупо было бы и не упомянуть и прайсиквел к Death Stranding, который обещают выпустить где-то к середине 2024 года. Игра предложит ещё большее взаимодействие с окружением, расширит игровой мир в несколько раз, а также пополнит и так звёздный актёрский состав такими знаменитыми лицами, как Эль Фанинг и Сиори Куцуна. Также в середине этого года, эксклюзивно для консоли PlayStation, должен появиться слэшер Lost Sola Sight, необычный проект от продуктивных китайских разрабов, которые вдохновлялись вселенной Final Fantasy и механиками Devil May Cry. Так что и их игра, это эдакая солянка из этих двух франшиз, где нашлось место и пафосному аниме-бреду с крутыми катсценами, и зубодробительному экшену с массивными боссами. Ещё от китайских разрабов в 2024 году должен выйти Black Miss Wukong, необычная смесь адвенчуры и соус лайка, где играя за китайского героя Вуконга, надо будет убивать всяких мифических существ, злых духов и даже гигантских драконов. Также из необычных, но довольно перспективных проектов 2024 года, хотелось бы отметить и Pacific Drive. Неординарный автомобильный рогалик, где нужно гнаться на перегонки со смертью и мчаться сквозь опасные аномалии. А в периодах редкого затишья, вылезать из машины и искать полезные материалы, которые смогут проапгрейдить ваше транспортное средство и подготовить его к следующей гонке. Еще на середину 2024 года заявлено Star Wars Outlaws от Ubisoft. Масштабная игра во вселенной ЗВ, где впервые за долгое время придется поиграть не за джедая со световой саблей и читерской силой, а за обычного контрабандиста с пистолетом и собственным кораблем. В игре обещают бесшовную масштабную карту, включающую в себя сразу с десяток планет, богатую на противников боевую систему, а также некую нелинейность и даже отыгрыш. Для тех же, кто любит полноценный релеплей и разветвленные сюжеты, в 2024 году выйдет Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Многострадальная игра про вампиров Сиэтла, которая долгое время была в заморозке и вот совсем недавно снова нарисовалась на игровых радарах с ориентиром на осень следующего года. А еще на 2024 год намечен The Wolf Among Us 2, еще один многострадальный долгострой с похожей судьбой, который так же как и маскарад, повествует о мифических существах в сеттинге нашей с вами реальности. Как и оригинал, второй волк среди нас планируется в виде разветвленной интерактивной киношки с редкими геймплейными вставками. Продолжая тему крутой мультиплатформы на PS5, глупо было бы и не упомянуть и про вторую драконью догму. Масштабную RPG от создателей Devil May Cry, в которой нашлось место и классической партийной ролевке, и масштабным экшен-замесам. С замесом, во время которых можно забраться на голову гигантского огра и даже полетать верхом на драконе. А еще в 2024 году на PS5 и другие коробки обещают выпустить масштабное переосмысление культовой готики. Ремейк будет настолько масштабным, что изменится не только графен-движок, но и сюжетная линия, масштабы игрового мирка и даже боевая система. А единственное, что останется неизменным, так это атмосфера жуткой колонии и восхитительный саунд от именитого Кая Розенкранца. Возвращаясь к экзам PlayStation, которые намечены на 2024 год, в первую очередь стоит рассказать про Rise of the Ronin, новую игру от создателей Ниндзя Гайдена и Ниоха, которые решили сесть на популярный хайп-трейн открытых миров и сделать свою версию Ассасина. Только вот уже в сеттинге феодальной Японии и с хардкорной боевкой, напоминающей Souls-like. Также в 2024 году, эксклюзивно для PS5, должна выйти некая Stellar Blade, коридорная слэшер-игрушка с превосходным графеном, где нам, в качестве жопастой боевой героини, придётся выкашивать орды инопланетных уродов и спасать мир от очередных глобальных угроз. По идее, игра должна была выйти ещё в 2023 году, но из-за определённых проблем с разработкой игру отложили до середины 2024. Ну и конечно же, говоря про экзоп PlayStation в 2024 году, нельзя не упомянуть и про Валверина от Insomnia Games. Самая продуктивная команда PlayStation уже освободилась разработке Паука 2 и теперь по полной горбатится над новой игрой про Росомаху. Игрой, которая, судя по всему, будет задорным коридорным экшончиком с мясом и расчленёнкой. Также 2024 год будет богат и на инди-релизы, главным из которых, безусловно, станет продолжение Хейдеса. Первая часть про принца Загрея, что пытается сбежать из царства мёртвых, всем так сильно понравилась, что разработчики не стали тянуть с продолжением и моментально заанонсили сиквел. Сиквел, который делается по обкатанной схеме и просто предлагает всё то же самое, что и в оригинале, только больше, лучше и красивей. А ещё за звание лучшей инди 24 года будут бороться и третьи кошмары. Очередная часть психоделичного инди-хоррора, в которой, играя за непонятных микросуществ, нужно будет решать всякие пазлы и убегать от криповых, агрессивных людишек. Ну а главное отличие этой части от других станет наличие полноценного кооператива, который в предыдущих играх не был реализован из-за низких бюджетов. Ну а теперь пора пройтись по играм-фантомам. Играм, которые вроде как и обещаются на 24, но запросто могут переехать на более дальние даты. Во-первых, это конечно же GTA 6. Новая часть автомобильного вора, которая уже давным-давно находится в разработке и может быть заанонсирована чуть ли не завтра. То, что игра существует и близка к своему завершению, уже давно не секрет. В сети гуляют слитые билды, скриншоты, а некоторые инсайдеры уже даже пересказывают сюжетные повороты и делятся впечатлением от того, что увидели на закрытых показах. Однако стоит понимать, что GTA 6 это не просто игра, и от неё ждут гораздо большего, чем от остальных проектов. Так что и на её полировку до идеала может уйти ещё несколько лет. Во-вторых, это Прагмата. Странный и необычный экшен от третьего лица под патронажем Capcom, где какой-то чувак в белом экзоскелете носится с малолетней девчонкой и сражается хер по ими с кем. Первые показы Прагматы всем очень понравились, как и игрокам, так и инвесторам. Но вот разрабы оказались какими-то дураками, и вот уже третий год подряд не могут завершить свой коридорный экшенчик. Ну а в-третьих, это новый Assassin's Creed Red, масштабная часть кредо-убийцы, которая перенесёт игровое действие в феодальную Японию времён самурая Фининц, а параллельно с этим будет рассказывать историю далёкого будущего, где темплиеры захватили всю землю, а остатки Ордена Ассасинов окончательно разбиты и уничтожены. У игры уже есть концепт-арты, готовый сюжет и даже играбельный билд. Но знаю Ubisoft, и то, сколько у неё сейчас новых релизов, игру запросто могут отложить до 25-го года.